Ожидания были занижены. Это типичная российская черта, когда до турнира наша сборная от нее не ждут ничего хорошего. Просто все хотели не опозориться на родном чемпионате мира. Я бы не сказал, на самом деле, что игра в Саудовской Аравии стала решающей. И лучше начать! Это то, что главная страна не могла бы наделать. После первых трех-четырех забитых голов просто перестали верить, что это возможно. Казалось, что это какой-то сон или нет. Наверное, сейчас Россия может прожить три пункта в открытом матче мира. Саудовской Аравии 5-0. Удар червишево с левой ноги. Просто мурашка по коже. Конечно, очень круто и очень неожиданно. Думаю, 5-0 никто не ожидал. 80 тысяч в Лужниках гнали команду вперед. И это было, наверное, решающим фактором. Не профессиональные качества наших футболистов, а именно морально волевые. Не ожидал. Единственная была надежда на то, чтобы не опозориться. Но когда победили 5-0 в Саудовскую Аравию, надежда потихонечку начала жить. Россия поднимает маркер на день 1. 5-0. Все еще ждали матч с Египтом, потому что это была решающая игра. Ожидания были все равно не завышены. Я присутствовал на стадионе в Петербурге. Атмосфера была потрясающая. И, конечно же, вся Россия боялась египетского фараона Мусалла. 0-0 после первого тайма. Начались нервы. Была ли игра про Саудовскую Аравию просто случайностью. И он движет на свой гол! О, мой бог! О, Фатти! Потом 2-0, 3-0. Салат выбивает на 78-й минуте 3-1. Но уже никто не нервничал. Уже был просто большой праздник. Какая-то пошла оттепель. Квилась, зародилась какая-то вера. Действительно надежда. Да, стало понятно, что Россия выходит из группы. И это был невероятный подъем. И это был невероятный подъем. И вот пришла в современную Россию. Большой матчей. У меня были ожидания, что Испания действительно сметет сборную России 1-8 финала. Кто может на что-то рассчитывать, когда ты худшая сборная турнира по рейтингу и выходишь против чемпионов мира и чемпионов Европы 6-8 лет недавно? Никто у никого не было никаких шансов. Не было риска. И поэтому ребята просто вышли, насоздали с игрой. Для первого забитого гола все подумали, что первый забил Игнашевич, и это единственный гол, который забьет сборная России. Ну, сборная боролась до последнего. Неудивительным образом забили первый гол, единственный. Это было что-то невероятное и после овертайма, в которых сборная стояла до последнего, и пенальти, где уже все решает удача, возможно, судьба и профессионализм в батарях. В земле Льва Яшина, голкипера, который является, возможно, символом нашего футбола. Игорь продемонстрировал всем свой настоящий уровень и стал героем страны. Невероятный праздник происходил на улицах, и сначала возле Лужников, потом это все перетекло в центр. Всем просто хотелось продолжение праздника, без разницы было, как сыграют, выигрывают, проиграют. Это совсем что-то! После первого гола Черешева, хорватцы сравняли счет. Наши додержались до овертаймов, опять же, но в овертаймах пропустили этот несчастный гол. И это было очень-очень-очень грустно, потому что я, если честно, не вернул, что сборная уже сможет сравнять счет. Просто у ребят открылось второе дыхание за пять минут до конца, даже проигрывая 2-1. Все вспомнили, что они играют за сборную России. Россия не вернет! На последних минутах дополнительного времени подарил обратно, вернул надежду сиянам, забив гол. Я нервничал, потому что, ну, пенальти — это всегда лотерея. Фернандес трогал его очень широко! Проиграть по пенальти всегда обидно, всегда обидно, но нет никакой зависти. И Россия разрушена! После Испании уже были национальными героями. Понимать то, что вы в одном ударе от полуфинала чемпионата мира, вот это, наверное, до сих пор приносит некоторое боли и осадок. Ну, а в целом, это и так сверх того, что мы ожидали. То русские действительно могут гордиться тем, что мы показали на чемпионате, причем как сборная, про которую я уже много сказала, так и страна. Теперь весь мир будет знать, что такое Россия, и что не страшно сюда ехать, можно приезжать, что тут никого не бьют, никого не едят, и что можно реально проводить хорошее время в России. Потому что наша сборная достигла тех результатов, которых от нее никто не ожидал вообще. Они смогли показать достойную игру, и они в первую очередь показали болельщикам, что они играют не ради денег, не ради какой-то славы, не ради чего-то такого, а ради имны. Субтитры сделал DimaTorzok